Завершилась встреча лидеров оппозиции с президентом Украины. Президент договорился с тремя лидерами оппозиции о начале переговорного процесса. Переговоры проходили в администрации президента и касались мирного урегулирования социально-политического кризиса в Украине. В начале встреча проходила в формате главы администрации президента и члены рабочей группы по урегулированию кризиса плюс лидера оппозиции. К настоящему моменту времени президента Украины Виктория Нуковича с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком, членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса, лидерами оппозиции завершилась. В итоге сложных переговоров органы договорились о начале переговорного процесса с целью прекращения кровопролития. Об этом сообщает Пресс-служба главы государства. В переговорах принимали участие глава администрации президента Украины Андрей Клюев, первый заместитель главы администрации президента Украины Андрей Фаркнов, исполняющий обязанности министра юстиции Елена Лукаш и лидеры оппозиционных партий Арсений Яценюк, Леталей Кричко, Олег Тягныбок. По результатам встречи стороны объявили о следующем. Первое – о начале перемирия. Второе – о начале переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве ради гражданского мира. По завершении переговоров лидер Батькивщины Яценюк заявил, что сегодня штурма Майдана не будет. Штурма Майдана планировался на сегодня, однако его не будет, поскольку объявлено перемирие. Об этом сообщил председатель политического советового Батькивщина Арсений Яценюк по окончании встречи трех лидеров оппозиции с президентом. Такое решение принято для урегулирования общественно-политического кризиса в Украине. Об этом также сообщает Пресс-служба Батькивщины. Есть позитивная новость – штурм и зачистка, которые планировались отменены. Сейчас объявлено перемирие и начало переговорного процесса для стабилизации ситуации, подчеркнул Яценюк. Эксперты издания «Биржевой лидер» отмечают важность выбора правильного момента введения или отмены ЧП в стране. Арсений Яценюк подчеркнул, что власти планировали введение чрезвычайного положения и ночной штурм, но после переговоров с президентом его не будет. После сегодняшней встречи мы можем четко сказать, что наш Майдан штурмовать не будут, сообщил лидер Батькивщины. Главное – сохранить человеческие жизни. Мы остановили штурм и зачистку, отметил он.